Городской конкурс «Бизнес-идея-2018» на финишной прямой. В выходные с участниками проекта встретился мэр Владимир Шарыпов, чтобы за чашкой кофе обсудить, как это было. И зачем ему, главе областного центра, все это нужно. Если у нас наши люди не развиваются, происходит процесс глобализации, замещение происходит активностями федеральными, ну как минимум, или международными компаниями. И нам надо создавать что-то свое индивидуальное, уникальное. И это транслировать не на какой-то наш совершенно небольшой, ну, относительно, конечно, город, регион, а именно сосредотачиваться на развитии в масштабах страны, а еще лучше всего мира. В проект пришли действительно активные, те, кто не желают довольствоваться тем, что есть сейчас. На три месяца их и без того плотный график стал еще плотнее. Для участников бизнес-идеи была подготовлена специальная образовательная программа. Ее главная задача – рассказать о современных тенденциях в бизнес-сфере и научить правильно реагировать на так называемые вызовы времени. Лекции, тренинги, всего около 50 часов занятий. В принципе, для первого раза, я, по крайней мере, в таких подобных конкурсах и мероприятиях первый раз участвую, принимаю участие. Тем не менее, эффект есть, он будет, я уверен. Лично мне, я не буду за всех говорить, дал этот конкурс достаточно много полезного. В первую очередь, информацию, конечно, общение с разными людьми, когда мы не замыкаемся, каждый сам в себе. У нас тут уже определенные кружки по интересам какие-то. Первый блин не комом. Вопрос, будет ли второй. Владимир Шарыпов не отрицает, что будет. Не исключено, что удастся подключить и губернатора Станислава Воскресенского. Но для начала нужно посмотреть, что реального и жизнеспособного останется после первого конкурса. Сейчас определено 8 финалистов. По два у каждого наставника. Некоторые проекты были похожи, либо дополняли друг друга. Поэтому их соединили в один. То, с чем я приходил в процессе обучения, оно очень сильно трансформировалось. Так получилось, что наша команда, то есть у нас было несколько проектов, и наши проекты объединили, и как бы основная тема сейчас это экологическая. У нас есть как бы главный в нашем команде, это Дмитрий, то есть я им помогаю. Но самое главное, что мне понравилось, что нам передовыми всякими технологиями обучали, рассказывали об очень важных вещах, и это в первую очередь поменял мое мышление. Финалисты будут названы через пару недель. Не исключено, что победит ни один проект. Финансирование лучшей бизнес-идеи 2018 года возьмут на себя спонсоры. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.